То есть сейчас мы будем как раз замерять до парения показателя и снимем после Мозг тоже до 40 нагреется, отказывает Я помолодел на три года Да, сосуды помолодели, переставили сюда и перевернули Поэтому повышается температура, а стрелка идет в обратную сторону Самый главный прибор в парилке это песочные часы Выползти из бани Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир Сегодня мы находимся в загородном клубе Лачи Компания Визуи нас пригласила попариться в баню Я пригласил в свою очередь Владимира Николаевича Ляхова Мы, думаю, сегодня хорошо время проведем Попаримся в парилке, пообщаемся, чай попьем Ну, в общем, будет все здорово Сейчас пройдем в баню Я хочу показать локацию, то есть, где парилка, как все выглядит Такой стиль лешего, наверное, здесь, если правильно это назвать То есть, рубленая баня из большого бруса Так, ну что, пойдемте располагаться Мы подошли к бане Дмитрий Волков, управляющий банным комплексом Приветствую Покажет нам небольшой краткий обзор Я думаю, что позадаем вопросы Тематики, вот как раз здесь прослаживается, да, что сети Да, сети, кальмары, рыбки, креветки, крабы То есть, все то, что связано как раз с морской тематикой Здесь у нас представлено Именно такой голубой цвет, антураж, он создает именно морскую тематику Эта баня, она рассчитана на четверых, на комфортное пребывание четверых гостей Есть два шезлонга, два кресла и такой импровизированный сеновал Мы еще сделали для тех, кто любит валяться на сене после того, как ее попали Наша печень, которая топится у нас из комнаты отдыха Топим мы березовыми дровами и брикетами А печь подбрасывают сами клиенты или кто-то из стопня? Нет, за печень следят либо из стопняки, когда готовят ее Либо уже непосредственно пармастера, когда парят гостей Здесь у нас два душа и выход как раз на улицу к уличной купели То есть, в помещении купели нет Купели есть только на улице, она одна И наша парилочка Печка открыта, можно брать горячую водичку и подавать на нее Так как каменка получается тут закрыта, да, я себе понял внутри? Самое главное, чтобы правильно был установлен дымоход Чтобы он быстро не прогорел, именно выход из печи Если делаете какие-то угловые отводы, то угол должен быть обязательно меньше 90 То есть, он должен быть такой немножко развернут Если он будет отрицательный, то угол обязательно очень быстро прогорит Также обязательно в парной должна быть вентиляция и маленькое окошко для залпового проветривания Сегодня у нас такой, так скажем, не знаю, лаборатория Или как это можно назвать? Я сегодня не экспонат, а как испытуемый подопытный кролик На ком мы сегодня тест проведем То есть, сейчас мы будем как раз замерять до парения показатели И снимем после У нас прибор Ангиоскан называется По вариабельности ритма сердца он определяет состояние человека У пульсовой кривой не шевелиться надо Есть ямочка вот эта Она показывает, когда сердце выталкивает кровь Аорта расширяется, а потом схлопывается И появляется вторая вот эта волна И вот это схлопывание, расширение схлопывания происходит Когда аорта у нас эластичная А если она кальцинированная То жесткость с возрастом Или от избытка кальция в организме Эта ямочка пропадает И вот по вот этой ямочке и по другим признакам Там программа, которая здесь зашита С подачей Баевского Романа Марковича Который на этом диссертацию сделал докторскую По медицине Прибор анализирует состояние человека Вот здесь видно тип волны С Он характерен для молодого эластичного организма Молодой, ой Да Дальше Я завершу он быстро Да, смотрим 75 частота Это хорошо? Хорошо, да Кислорода В желтой зоне 95% Мало кислорода Индекс наполнения 1,8% в желтой зоне Мало Это количество крови в пальце Индекс наполнения Возраст сосудов 33% не считается Потому что надо было в возраст свой ввести На зеленую зону получается Но мы нет Жесткость сосудов в зеленой зоне Тип волны С 98 Хорошо Вот это вот ямочка Вторая волна Это очень хорошо Длительность системы обычная 33% Индекс стресса 198 Это посередине даже ближе Красный В желтой зоне Индекс стресса высчитывается по вариабельности ритма сердца Чем меньше вариабельность Частота пульса может быть одной только частотой Тогда жесткий ритм называется Это высокая степень стресса по Баевскому И вот этот индекс по Баевскому Он признан во всем мире В публикациях Я с ним встречался Я приглашал его в парилку Он рекомендовал этот прибор Для вот такого вот тестирования здоровья Все Так и давление, да, нам надо еще? Да, давление, да Я долго сомневался на пульсник У меня их 4 прибора разных 3 с манжеткой Разные, да Но этот совпадает С одним, с манжеткой Швейцарским прибором Поэтому я ему верю 136, 91 74 74, все У тебя хорошие параметры Как космонавска, говорят Да Что мы имеем? То есть сейчас мы пойдем в парилку В парилку, думаю, может смочить стены Там подготовить Оглажнить, чтобы она Все равно же суховато Первый пар я получаю со стен Когда все разбрызгиваю Все испаряется Второй пар, получаю, сдут с трубы Если там есть Здесь куча термометров Это Толуол Жидкостной Этот Пружинный Обычный Это Психрометр Здесь влажный термометр Это сухой Сухой у меня Испортился Потому что тестировали При высокой температуре Он только до 70 градусов И таблица у меня есть Таблица для пересчета То есть мы совмещаем Два показателя, да? Да Здесь Откладываем Сухой термометр А здесь Разница между термометрами И находим Влажность Потому что Этим я, конечно, не верю Гигрометрам Это Пружинка Вообще Гигрометр Для комнатных условий Делается с волосом Причем я ношу в интернете Волосы Рыжей женщины Самые чувствительные Обсуждали А это Просто пружинка И Они что сделали? Вот этот термометр Тоже пружинка Они взяли Эту Переставили сюда И перевернули Поэтому Повышается температура А стрелка идет В обратную сторону Когда пар не поддаем На камне То да Он обратно Пропорционально Температуре Влажность показывает Это правильно Но Когда пар мы поддаем Вот этот Гигрометр Не Чувствует Влажность А влажность Чувствует Влажный термометр Вот Все Тут у нас Лаборатория такая Получается Что мы имеем Это Закрытую каменку Правильно? И открытые камни И открытые Сверху Тоже можем снимать Да То есть Здесь Наверное Первый нагрев Изнутри Ну и более Высокий А здесь Уже так Для поддержки Экран Для нас И съем Пара Экономайзер Экран Именно Чтобы прямые Лучи Инфракрасные Не попадали Не прижигали Человека Я обычно Всегда Задаю вопрос Какая температура Вот здесь На этом уровне Ну на уровне Перекрытия Чтобы пожара Не было Никто не отвечает Никому не интересно Конечно Как раз Моменты Это Вентиляция Возможно Да Потому что Сетка стоит Может в чердаке Чтобы как раз Именно Не перегревалась Труба И можно было За счет конвекции Снимать температуру Ну и еще заметил Здесь она Ну так скажем Как размер домашний Да Можно выйти А вот в сандунах Напалишься В дальнем углу И пока еще Идешь по этому углу Ну не коридору По залу Думаешь Дойти бы до лестницы Быстрее Там температуру Сбросить То есть Там надо рассчитывать Не досиживать Там пару секунд Хотя бы Потому что Есть привычка До последнего Отсиживаться Дело в том Что Нагретый мозг Он перестает Анализировать Человек в состоянии Гроги И что от него требовать Так же как Электроника Отказывает Мобильник я оставлю Сюда Он нагреется До сорока градусов Отказывает Мозг тоже До сорока Нагреется Отказывает Три уровня У нас мозг Есть Верхний Большие полушария Потом лимбическая система И рептилоидная система Она только остается Выползти Из бани Так Сейчас Получается Сколько За полчаса Наверное Выровняли Температура У нас Снизилась До 7-10 Это еще Порядка 10-15 Тире Градусов Сейчас Она более комфортная Скажем Еще Не Стандарт Принятый Но уже Близкий Стандарт Среди банщиков Таких Профессиональных Которые Под веник Парят 60 На 50 Это сумма Чтобы была 110 120 Марат Харьев Подошел ко мне Владимир Николаевич 120 Это очень жестко Здесь же получается При парении Парильщику самому Более-менее комфортно Не жарко А тому Кого парят За счет пар Он как раз Феником Нагоняет Что кажется Что там же Вообще Горишь Когда тебя парят Мальчики Тоже жалуются Потому что Иногда Он парит От печи Лучистой Теплой Жжет Это расположение Как раз Печи в парилке Должно быть Да Много нюансов После парения Полезно Или правильно Как это Правильно Так сказать И полезно И правильно Горизонтальную Плоскость Да Чтобы Нагрузка на сердце Уменьшается И вообще Опыт Залманова 60 лет Он применял Термогидропроцедуры И Опыт Японцев Которые После Каждого Захода В свой чан В баню По-японски В источник Горячий После этого Накрывается Одеялом Лежат Потеют Минут 40 При этом Нагретый Организм Ремонтирует себя Так Как если бы Мы лежали Всю ночь Спали То есть Ускоряется Процесс Да Все процессы Ускоряются И Очистка Организма И Ремонт Организма Все Ускоряется При этом Но Именно Надо Полежать Сохраняя Тепло В теле То есть Накрыто Так Ну что Мы Банная Процедура Закончили Сейчас Как раз Подведем Итоги Получится Понять Ну и разницу Да Мы же увидим Пульс усилился Да Тип С Идет Наполнение Тройка Была Единица То есть Кровь Пальца Появилась Кислород 96 Был 95 Разница Небольшая Было Четыре Столбика Сейчас Один Активно Ползет То есть Вариабельность Уменьшилась Еще Две Частоты Они Маленькие 95 В Красной Зоне Привычном Получается Да Кислород 96 В Зеленой Зоне Индекс Наполнения Тройка В Зеленой Зоне А был В желтой Зоне 1,8 Да Был Да 3,3 Возраст Мы опять Не вводили Но Упал Уменьшился Я помолодел На 3,2 Да Сосуды Помолодели Дельту Можно Учитывать Жесткость Минус 16 В зеленой Зоне Систола 35 Это Время Когда Сердце Сжатое Тоже Зеленая Зона Получается Да Нормно Вот Индекс Стресс Увеличился 5,7,6 То есть Вариабельность Уменьшилась Частота Одна Главная Появилась И По Баевскому Это значит Индекс Стресс Увеличился Индекс Увеличился Гораздо Больше Сколько Он Был У нас Был 198 Рабочая Зона Я тебе Тоже Картинку Пришлил А Стал 507,6 Давай Вот Этот Так Ворачивай Руком Давление 139,88,93 Ну давление не изменилось у тебя Все В меру Это польза И баня Здесь Надо Да В меру Ее надо Использовать И я Использую Ее Но Желательно Чтобы в бане Был достаток Кислорода И чистый пар Но только Мера Опять же Для каждого Разная То есть Надо Каждому Для себя Подбирать Да Но Вот эти Приборы Они Показывают Объективную Реальность Но А может Человек Сам Понять Сколько Ему Нет Нагритый Мозг Не может Анализировать Себя Сколько Раз Я Убеждался Надо По приборам Или По времени Я Вот Например В лес С палками Хожу Сейчас По времени 40 минут Туда 40 минут Обратно И Зная Сколько Шагов Сколько Это Так И Здесь Надо Самый Главный Прибор В парилке Это Песочные Часы Каждый Для себя Выставил Допустим 5 минут 10 минут И Достаточно И Еще Замерять Плотность Мочи На следующий День Я Реометром Взял И Замерил Если Плотность Превышает 20 грамм На литр Значит Пересидел А у Банщиков У всех 35 грамм На литр Это Опасное Сгущение Крови В почках Проблемы И так Далее И так Далее Электролит Поддерживать Пить Чтобы Был Калий Магний А Натрия И так Достаточно Калий Магний Чтобы Была Спарка Это Что Это Медицина Для Сердца В клетках У нас Калий Находится А вне Клетки Натрий И работает Натрий Калиевый Насос Вот такой Между Двумя Электролитами И вот Когда мы Начинаем Потеть Калий Покидает Клетку И получается Дефицит Калия Натрия Много Везде На столе Стоит Натрий В межклеточной Жидкости Натрия А калия Мало И без калия Сердце Вообще Задыхается Вообще Надо следить За организмом Контролировать Его И по возможности Я понимаю Стараться Это все Все таки Не чувствами Внутренними Использовать А чтобы Были какие-то Цифры Да Конечно Я только Цифрам верю А так Легкий пар Тяжелый пар Кусачий пар Вареный пар Это все Лирика Я вот Написал Про это У физиков Есть Температура Влажности Все Вот сейчас мы достигли Кстати Надо сказать Когда мы зашли Температура была В 80 градусов И влажность была Ниже Того что регистрирует Психрометр Ниже 20 Процентов Когда мы под конец Последний заход И предыдущий заход Температура была 65 градусов Влажность Влажность была 45 градусов В сумме 110 Многие банщики Именно этот режим Под веники Рекомендуют Сумма Комфортно Семь чувствовала Так Ну Наверное Все Я думаю Что На этом Мы Закончим Сегодняшний Наш Выход В баню Да Спасибо За компанирование Бани И организма Да Спасибо За компанию Что составили Спасибо Что пригласили Не постеснялись Приехали Елки-палки Видимся редко Но метко Так Удачно Сегодня посидели Так Ну ладно Всем Спасибо За внимание С вами была Компания Печный мир Всем пока